Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свои итоги января месяца. Как мне кажется, мой январь месяц был достаточно продуктивным. Я сотворила некоторое количество работ. Есть у меня работы, перешедшие с 2018 года. Есть также работы, начатые в январе и законченные в январе. Но обо всем по порядку. Итак, первой работой, которая перешла со мной с 2018 года, был вот этот сапожок, который я закончила 4 января. Мне не хватило буквально 4 дня для того, чтобы его закончить. Я этот сапожок показывала. Вы уже не раз его видели на моем канале. Он уже, скажем так, засвечен на моем канале. Вы его видели. Я еще раз напомню, что вышивался он полностью подбором, ниточками СХС. Я использовала здесь металлик. Вот здесь вот в шапочке самого снеговичка. Конкретно в этом носочке металлик здесь присутствует в шапочке. И вот здесь вот в этих колокольчиках. Больше здесь металлик я не использовала нигде. Вот, показывала я, как он у меня оформлен. Я понимаю, что некоторые не смотрят отчеты по конкретному процессу, а смотрят только итоги за месяц. Поэтому показываю вам этот сапожок в итогах за месяц также детально. Здесь у меня вот такие вот шишки. Единственное, что я, скорее всего, переделаю этот шнур. Я уже купила золотистый металлик. И, как видите, здесь шишечки отвязываются на металлике. Поэтому нужно другие сюда шармики пришить. Вот. Верх работы выглядит следующим образом. Сапог мне очень-очень сильно нравится. Вышивался он у меня примерно так же 21 день, как и все мои димовские наборчики простой серии. Они вышивались у меня примерно все 20-21 день. Так. После того, как я закончила этот сапожок, я начала вышивать следующий сапог, который я вам сейчас покажу. Этот сапог я вышиваю для себя. Сейчас я этот уберу. Так. Вышиваю я вот такой вот сапог. Видео о нем, о старте, должно было выйти на моем канале. Но что-то пошло не так. Поэтому показываю вам сейчас его вот здесь. Вот. Буду вышивать для себя вот этот сапожок. Это сапог для меня, еще раз повторюсь. Так. И не пугайтесь, потому что здесь такой рабочий процесс. Вот он. Вот так выглядит. Сейчас я вам покажу, чтобы было поближе. Вот. Посмотрите, какие продвижения. Этот сапожок вышивается у нас на 14-го каунта Аиде цвета льна. Здесь у меня в работе уже и полукрест, и крест присутствуют. И вот эти вот все ниточки я просто припарковываю. И вот закончилась у меня ниточка. Я закрепила ее, где она у меня будет использоваться дальше. Вот. И я их так вот убираю. Поэтому за счет этого такой, знаете, вид не особо приглядный. Вышиваю все по ключу. Как вы поняли, это у нас буклет. Буклет Dimensions под номером. Каким? А номер я его не вижу почему-то. Номер 244. Называется Toy for Christmas. Барбара Мок. У нас дизайнер. Так. Ну, этот сапожок я начала вышивать. И все, как-то он у меня полетел, полетел. Но смущала меня эта канва. И я вам говорила, что когда показывала свою варежку, что я вышивала варежку на отрезке канвы. Вот, кстати, это канва, на которой вышивалась та варежка. Она, собственно, вот здесь вот. Так. Ну, все материалы по этому сапожку у меня хранятся вот здесь. Вот видите, что я пользуюсь этими органайзерами. Схема здесь отвратительная. Ну, я буду делать более детальный отчет, когда у меня будет половина работы вышита. И я там все эти моменты вам расскажу, чтобы вы знали, с чем вам столкнуться после... Ну, когда будете вышивать этот сапожок. Так. После того, как я вышила, начала этот сапожок, я вступила в совместный проект в Инстаграм. СП12 елочных игрушек. И там у меня была вышита вот такая игрушка. Вот она. Вот такая игрушечка. Я здесь использовала вот такую вот синильную проволоку. По-моему, она так называется. Когда я оформляла эту игрушку, она у меня проходит вот здесь вот. Сзади у меня просто фетр. Так. Фокусируется камера на предыдущем процессе. Здесь я использовала сюжет из буклета Dimensions. Когда я вышивала, я уже какую-то игрушку, а в детки поющие там у меня есть, я вышивала тот сюжет. Также с того буклета. И здесь у меня просто вот крюченый металлик. Вот пасма металлика. Я сюда пришила ее в качестве подвеса. Это у меня была первая игрушечка, которую я вышивала в том проекте. И каждый месяц мы будем вышивать по одной елочной игрушке. В проект можно, по-моему, даже сейчас. Нет, уже нельзя вступить в проект. Поэтому каждый месяц вы будете видеть, у меня законченный один процесс. Это будет очередная елочная игрушка. Как видите, я здесь использовала вот такие вот пайетки, просто пришитые с помощью бисера. Это была еще одна готовая, вернее, готовая работа в этом месяце. Так, сейчас я, наверное, это все уберу и покажу вам следующую работу. После того, как я закончила свою елочную игрушку, мне захотелось еще чего-то новогоднего. И я вышила вот такую варежку. Вы уже могли видеть видео о ней на моем канале. Варежка вышита на отрезке, собственно, того же льна. Она оформлена следующим образом, с помощью вот таких вот пуговок, шармиков. Ой, заворачиваются. Так, здесь у меня такой Дедушка Мороз, конфета и ангелочек. Я вам говорила, что я использовала не все ниточки по ключу. У меня здесь есть замены. Но мне кажется, достаточно достойные замены. И смотрится все очень красиво. Показывала, что оформляла я с боку вот таким вот шерстяным крюченым шнуром. Сзади она у меня оформлена точно так же, как и сапожок с таким вот кухонным полотенцем, которое я пристегала на фетре, наверное, такая ткань. У меня, наверное, это не фетр, а флиз. Вот он немножко у меня объемный. И внутри варежка смотрится следующим образом. Освещение уже не то, потому что снимаю вечером, но и камера уже плохо фокусируется. Вот. Вот такая вот варежка у меня получилась. Очень она красивая, она забавная, такая интересная, скажем так, деталь. И украшалка к Новому году. Поэтому ей имеет место быть. И это была вторая работа, которая была начата и закончена в этом месяце. Первой была моя игрушечка, а второй была варежка. Но также в этом месяце не обошлось еще без одного старта, который я, собственно, сейчас вам и покажу. Это будет также сапожок. Так, вот такая еще одна работа у меня была начата в месяце января. Это сапожок по журналу Крустич Крейзи, который я вышиваю в рамках совместного проекта у Лены цвет прикладная вышивка. Вышиваю я, начала я его с 1 февраля, потому что с ним же я участвую в совместном проекте в Инстаграм. Вышиваю к Новому году 2020, по-моему, с Лесей. И там был старт 1 февраля. И я старалась совместить и Ленен проект с 1 февраля, и тот проект. И решила начать вот такой вот сапожок. Здесь вот такая мастерская эльфа. Покажу вам, что здесь вот в этом месте должен был быть вот этот робот. У меня девочка. Ну да, и я и сама не люблю роботов. Здесь такие вот красные глазенки у него. Не понравилась мне эта, скажем так, игрушка. И я не стала ее вышивать. Сейчас я вам покажу этот сапожок поближе, что мне удалось вышить по нему. Так, вот. Буду держать в руках, потому что по-другому не получается. Не могу я здесь уместиться, еще привыкнуть к съемкам на новом месте. Так, как видите, у меня здесь пришит бубенчик. Здесь вот я гномом сделала вот такие вот бубоны на шапках. В виде таких вот бусин. И у этого точно так же. Немножко просвечивает. Также, включая вот этот весь фон, вышивается крестиком. Я заменила на полукрест. Три ниточки. Вышиваю на конве Цвайгард. Как вы можете заметить, белая 14-го каунта. Выдернула ее из какого-то другого набора, сюжета китайского, где была 11-ая еда. Я заменяла на 14-ую. Даже с ней сделала разметку, собиралась вышивать. Потом переделала на этот процесс. Потому что, как показала практика, когда стираешь конву Цвайгард, она становится непригодной к вышивке. Ну, во всяком случае, для меня она очень-очень сильно мягкая. Вот. Я уже дохожу до половины работы, как видите. Мне еще осталось совсем чуть-чуть. И это проект у меня основной на данный момент. Потому что мой сапожок почему-то вот этот отошел на второй план. Этот сапог будет ни для кого, ни для дочки, ни для мужа. Ну, как бы он просто будет такой сапог сапог семейный, да, в который можно положить дополнение любого, любой подарок в дополнение к кому-то из членов нашей семьи. Поэтому, кто вышивать его так. И вышиваю я его также в совместном проекте в Инстаграм. Кстати, бывало у вас такое, что у вас есть проекты только для Инстаграм и только для Ютуб. Вот конкретно этот сапог я вообще не хотела показывать на Ютуб. Хотела вышивать его только в Инстаграм. А на Ютубе показать просто уже готовую работу. Ну, посчитала, что это все-таки работа января, и ее нужно показать. А самой сапог это все-таки ютубный проект, мне кажется. Потому что это сюжет Dimensions. В Инстаграме как-то люди не привязываются к какой-то фирме. Вот. И, значит, вышиваю я этот сапожок также в совместном проекте, где вышивают девочки только сапожки. И этот сапожок у меня вышивается там, в том совместнике. И мне кажется, что неплохие результаты. Также я у Лесси вышиваю его. Вышиваю к Новому году 2020 года. В общем, я не помню название этих проектов. Я знаю, что я у двух девочек участвую и с этим, и с тем сапожком. Так, и покажу вам еще один проект, который у меня был начат в этом месяце. И еще один проект, который у меня вышиваю начался в этом месяце. Это вот такой вот стиль эльфов. Называются такие вещички эльфов. Здесь еще будет, как видите, шапочка, штанишки, варежки, кофта, носочки и сапожки. Вот у меня началась, я начала вышивать со штанишек. И вот такая вот игрушечка, которую я также думаю приурочить к вышивке в рамках совместного проекта 12 елочных игрушек. Посмотрю, отчитаюсь с ней за февраль или же отчитаюсь по ней за март. Посмотрю, не знаю еще. Или буду вообще просто ее вышивать без какого-либо проекта. Не знаю. И мне показалось, что вот эти вот вещички эльфов и эльфа и мой сапожок, вот этот, если они будут висеть рядом на камине, вот видите, будет очень круто смотреться. Поэтому я и начала вышивать этот сюжет. Мне очень просто понравилось, когда Галюха, ночная вышивальщица, вышивала вещички Санты. У нее был фетровый набор. А здесь такой, знаете, на пластиковой конве вещички эльфов, помощники Санты. Вот. Ну, я вам рассказала обо всех процессах, которые у меня были в январе месяце. Они все практически новые, несмотря на то, что у меня 13 долгостроев. 13 начатых процессов у меня есть. Я, наверное, сниму видео о них. Я себе все их выписала. И думаю, что этот год все-таки будет немножко посвящен тем процессам, потому что их очень много. У меня столько еще никогда не было. Нужно с ними что-то делать, хотя и новых процессов я себе понаписывала. План составила очень большой, хотя я сейчас решила, что я не буду показывать свои планы на 2019 год, потому что у меня очень много незаконченных работ и сейчас что-то там планировать, еще кто-то что-то показывать. Но я себе их написала, но показывать их на YouTube не буду. Так вот, это были все мои процессы, которые я начинала в месяц январе, вышивала их. Мне кажется, январь был очень продуктивным месяцем, потому что было начато и закончено и просто начато много процессов. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok